Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, что у нас по банам? Воида убирают адроиды Серам как раз нужно Что-то такое очень лейтовое С их пиком Пугна, Ограр, Спирит Так, ну адроидам, очевидно, какой-то мидер нужен ласт пиком Что-то против Шторм Спирита Ох, так, там Пугна еще в драфте есть Что там по Финду? Есть Финд Можно Финда забанить Можно попытаться какого-нибудь Хускара забанить, кстати, на всякий случай Потому что, мне кажется, Хускар Шторм Спирита тоже на миде Ну, не то, чтобы он прямо уничтожит Шторм получит пятый в лес, пойдет просто Но если у Хускара будет очень много Может, с этим возникнет какая-то проблема Ну, а в целом, какие еще варианты есть? Можно снова Эмбера пикнуть адроидом Против Шторм Спирита Тоже неплохой вариант На Эмбера тоже не шибко много контроля Банят какого-то Некровса непонятного Берут Фантомку Ну, честно говоря, мне Фантомка не очень нравится Как Кэрри в этом патче Сейчас адроид на мид могут взять Любого плюс-минус хорошего прокаст персонажа Эмбер будет очень крут здесь Пугна Эмбера ничего не делает На темпе он хорош против Шторм Спирита и Фантомки Так что я за Эмбера голосую Но берут Тайда То есть это получается Воид Спирит на мид И Тайда берут против Пашки Ну, тоже неплохо, че, почему нет? Там, смотри, вообще 3 милишника потенциально в топе может оказаться Если Эр Спирит захочет ФБ какое-то сделать То там получается Огр, Эр Спирит и Фантомка 3 милишника против Тайда Не очень-то хорошая линия для команды СЕР, если честно Плюс еще вот эти 3 милишника, они от Воид Спирита будут страдать Воид Спирит, он тем сильнее, чем больше героев он задевает резонант пульсом И получает щит, там за каждого героя там какое-то количество блок урона он получает на щит Что-то типа 60 или там 70, я уже не помню Вот, поэтому довольно комфортная игра и для Воид Спирита может получиться Из таких явных недостатков Пика Адроид нет каких-то сверхсильных нюков У СЕР у них нюки мощнее, то есть даже если они там на линиях где-то проиграют То магнитайз стан с мультикастом, бласт, пугны под декрип и ремнанты Шторм Спирита Они могут очень хороший магический урон наносить И магический урон, он очень важен на ранней стадии игры Потому что у соперника не так много здоровья И магическим уроном очень просто, ну, он просто наносится Да, это просто кнопки, которые ты жмешь и все эти Не надо никого особо как-то сильно фокусить Просто кнопки нажал, урон засчитывается Вот, так что посмотрим, что из этого получится В принципе, драфт СЕР он плюс-минус играбелен Но, повторюсь, мне как-то вот у Адроидов чуть побольше нравится стратегия Давай, наверное, коэффициенты посмотрим от нашего партнера в прямач Что там изменилось, хотя, скорее всего, все без изменений Ну да, Адроид 1.23 на СЕР почти 4 коэффициент Без изменений Ну, посмотрим, как оно будет на деле Новый герой, еще один Фантом Ассасин Давненько я не видел ее Ну, потому что не в мете персонаж сейчас Решают какие-то пуш-стратки И герои, которые рано могут подключиться Вот, если у персонажа не получается достаточно рано подключиться к игре То на кэре он не сильно популярен Даже тот же самый Террор Блейд Он все равно относительно рано может подключиться Если использует метаморфозу и идет в вышке пуш То есть он оказывает какое-то влияние на игру Если ты просто фармишь лес, ты не оказываешь влияния на игру Ты просто, ну, как бы, фармишь лес Тебе нет на карте Там Фантом Лансер с Диффузом может куда-то выйти Что-то сделать А Фантомка, она пока Какой-то хотя бы Дизоль не купит Если это вообще Фантомка, которая через Дизоль играет Она, ну, по большей части бесполезна Нормально, так Пугна гоняет Клок руку выгоняет почти по Т2 По урону 2-2 в итоге будет Никакой драки А Пугна продолжает Клока гонять Спид Должен быть чуть-чуть повыше, да Поэтому Клок даже с батарейками ничего не сделает Ну что ж, посмотрим, что будет со Штормом на этой карте На прошлой карте мы помним Мидер Сиэр очень сильно проиграл линию В общем, отчасти и поэтому игра закончилась так быстро Ну а Мак ушел на Эмберсперите просто в дикий Сноубол Которого уже было не остановить Оранжа забирают уже Шторм Неплохо Тут еще и можно претендовать на Данай Но нет В Этспирит тоже Так уж и просто Франжей забрали О, отлично работает Энчантер Симпетус Франжа добивают Фантомке там был вариант в какой-то момент заданайть Но не получилось И начал быстренько уходит назад Пока Фантомку никто не трогает Стоит, просто фармит крипов Хотя понятно, якорек летает Надо купить стики какие-то Да, не помешает Не помешает и тем временем в топе убивают у нас Эрспирита Где-то он там закатился, видимо неудачно А, погоди, у него был Дерсмеш на первом уровне Погчамп Он дропает Пугна там всякие артефакты для Эрспирита Чтобы он хоть какую-то пользу послужил ФБ отдал Так, проблемки у Пугны Клок начинает щемить Отходит так Ахайо, выталкивает Клок верка Но Клок все равно лезет Какой-то урон наносит батарейками Небольшой Убить его в ответ тяжело Пока уровень мал Ну, Пугна ничего Скоро Блаз будет в 2 Клок все равно, правда, много ХП и реген есть за счет колечка На центре пока ничего интересного Так, там Огр где-то умирает Да, умирает Огр снизу Медведемон Там Клэп Мы уже помним 150 урона залетает очень много Даже для Огру, у которого много ХП Но, конечно, Огр хорош еще и броней своей Огру... Точнее, Медведемону на броню наплевает На топе В это атака и, может быть, получится Надо смотреть Тролль под декрипом Пугна На один удар остается Ну, классно марсует Но, слушай, не поможет это Показалось, что, может быть, Пугна сможет нарегениться Но нет Еще и Курьер Фантомки погибает В рейс довез из плюсов Но стиков нет и нет Тайт Хантер атакует его Есть телепорт Очень большой риск Уходит На самом деле рисковал, что стики не нажал Мог нажать стики до этого Тогда бы шансов уйти было бы еще больше Ну, ладно, обошлось Тайт ушел Нажал фласку Быстро вернулся И можно стоять дальше Напрягать Па Может быть, даже на третьем уровне На Фантомке Блюр можно Хотя, не, ладно, Блюр Надо даггер взять Чтобы добивать крипов А просто Блюр можно было бы И на втором взять На самом деле Чтобы Так не сильно спамил Энчант Раз В очередной раз умирает У нас Эрспирит в топе У Пугна тоже небольшие трудности Здесь возникают Но вообще тут, кстати, линия очень серьезно Начинает проигрываться У Пугна левел 2 У Клока левел 3 У тролля Уже половина четвертого уровня И Если Там Клок Парочку каких-то пулов сделает Или вообще сейчас Пугну могут убить Потому что у Пугна телепорта Это нет, посмотри И Клок гонится У Клока должны быть скиллы Incoming И все Батарейки подрубаем Да даже без батареек убьют Ой, это очень плохо 0-5 Что-то мне это напоминает На центре, конечно, ситуация пока стабильная Даже Шторм тут пытается немножко напрячь Вейтспирита И Ну ладно, там стики Там стики Феррик Поэтому Вейтспирит поживет Руна ДД Ой, какой важный момент И Шторм без Вортекса И можно контратаковать А на самом деле Дух скоро появится Тут, правда, Вейтспирит вкатывается Пока Вейтспирит ждет момента Есть дух Дух не попадает Но с ДД выходит Вейтспирит И Ну, слушай, должен убивать Должен убивать Еще один удар Феррик нажимает Можно и Вейтспирита немножко побить Вейтспирит Болдер через секунду Активируется Фласка Пытается уйти И Вейтспирит Не может уйти Потому что Вейтспирит Подставляется максимально Идеально Снизу там размен Огро на Энчантрес Но Тайтхантер в итоге Это в шоколаде Тут еще и тролли Готов сетки закидывать 2.8 2000 перевес Тролль стоит На своей легкой линии На фри В арме Скоро Вейтспирит уже уровень 6 Возьмет Появляются руны Вейтспирит с ботлом Максимально И помазал Себя Восстановился Мы помним Сколько мало у него было ХП И еще и Останется у него Полная бутылка Опа Ой 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 Как так получилось Что это вообще было Боже Он прошел мимо И просто Он уж Торму Видимо хотел оставить Но разумеется Клок Но тут уже Клок вроде На варде показался Я уж не знаю Как так вышло Да странно Странно Там еще Войдспирит У Штормспирита Стаки подчистил Если что Пытается убить Охайо Работает ремнант Роллинг Волдер Но Врезается Войдспирит И это 9-2 Очередной фраг Для команды Адроид Попытка подрезать Пугну Немножечко Ну тут без Клокверка Конечно же Тяжеловато У Пугна У спид большой И Тролль бегает Носится А так Стоп Вот и Клокверк Ракетку дал Вижн Имеется Декрип Использует Пугна Маны нет На телепорт Поэтому придется умереть Пытается выиграть Максимум времени Враг достается Троллю Пугна Но тут реведж И приходит Войдспирит Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Да Войдспирит Но у него маны маловато На самом деле И никто не подольет Маны Он и ПТ Переставил на интеллект Немножко не хватило Кларити появилась Но поздновато Тем не менее Можно поддавить Опа Заметили Так Войдспирит Тут тоже больновато Тайтхантер приходит Но он уже без реведжа Войдспирит Никаких кнопок нет Но и стики Стики нажмет Может быть Хоть что-то Сможет использовать Духа призывает Ультимейт через 3 секунды Но тут Фаербласт долетел И все же делается Фраг на Войдспирите Смогли немного наказать Но при этом Шторм очень мало получает Тут столько героев было 200 золота всего лишь Я даже не знаю Шторм суммарно В плюсе или в минусе Пока прилетел Телепорт потратил На линии Не фармит Сколько крипов Оборпустил Большой вопрос Ну ладно С другой стороны Войдспирит Не убил фантомку Фантомка-то выжила Это приятно Но тролль фармит дальше Тролль фармит Он реально БФ вынесет свой Если ничего не передумает В минусе 14 Он БФ все-таки дорешил Ну пока да Ну хорошо Собственно Если дают фармить Почему бы БФ и не купить Ну шторма в Ботле Дабл дэмэдж Это хорошая руна Для того чтобы Какие-то ганги Сделать крутые Снова Пуган подцепить Ну там уже Нужен хукшот Тогда да С хукшотом Все будет попроще А тогда Пуган дойти Не получается Можно дикрипом Просто остановить героя Там уже Клок не добежит Где Вуд Спирит гуляет Вот Спирит в лесу фармит Где-то качает лес Что-то пытается там Левел какой-то получить И Улда фармит свой Чтобы можно было цеплять В общем особо не Не передвигается По карте Аркан тапки появляется У Тайда И тут с дабл дэмэджем Влетает Шторм Спирит Дает кнопки И Тайда умрет Много героев Тянул на себя Конечно Но фраг достался Шторму Это круто Тролль Ултимейта нет еще Ну ему ултимейта Похоже Ты не нужен Блок Все еще нет Уровня 6 Хоть и фраги Продолжает он делать Своим троллем 1-1-7 стата Но с тройкой стороны Еще не 10 минута На центре Какая неуверенная атака Шторм с дд Но маловато мана остается Да и лететь бесполезно Снизу атака на фантомку Фантомка Тролль уже реально здесь Сетки идут И тролль начинает резать Даже особо и не имеет Прямо таких убивающих предметов Но имеет очень высокий уровень Кеноптик Попадает сером Опа А ванпост Ну нет 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 Конечно Против клока Захвата ванпоста Даже оттолкнуть Сервспирит пытается уйти Но далеко не улетает Аха я тут просто Умер Ну это был риск Понятно Тут мог лока не оказаться Тогда получилось бы Опыт забрать А так без опыта Остаются Игроки команды CR Два ванпоста За адройтами Будет спирит уровень 9 Шторм Почти 9 Немножко встает По опыту Ну а тролль ВФ прям очень скоро появится Эдхантер просто будет Саурами бегать Какие-то грифсы купит Какой-то Кримсон Или что-то подобное Там пайп Пайп здесь будет Вообще хорош Очень много магии Ой-ой-ой Как больно фантомке Идет Вайт спирит Под ускорением Нужна помощь Ой нет Там слишком много Но магнитаз неплохой Кстати Здесь был бы какой-то плюс А он кстати в горе подходит Тут можно убить всех Тут можно всех убивать Но нужно врываться Шторм рывается На тролля Тролли Где твой ультимейт Наверное Уровень 9 Уже пора бы где-то его найти Может быть под ультимейтом Бушторма бы Сейчас и добил бы Там все-таки бы полетели Под бешеным атакспидом Спасибо КВ-2 Ну хороший ответ Убили тролля Немножко темп его останавливают С высоким уровнем Он как ни крути был Хотя понятно что По-прежнему Ситуация на карте Очень плохая Четыре тысячи проигрывают Хорошего мало Конечно цепляются Как-то за эту карту То есть тут Шансов больше С учетом проигранных линий У Радиент Но Если дайр чуть-чуть поддавят Чуть-чуть поднажмут Парочку каких-то Крутых гангов Сделают Они могут тоже Очень сильно контроль На карте захватить Войтспирит все Не вылезает из лесу Добирает свой ул Пытается Пытается его добрать Точнее А Шторм находит Варды Правда Денежки зарабатывает Огр Потому что Он тут Центрю воткнул В смоке Ну надо смотреть Может быть И не получится Убить Тайдхантер Нужно телепортироваться Прямо сейчас Телепорт пошел Но летит туда Не Тайдхантер первым Тролль тем не менее С ультимейтом Висит Сайланс Тролль Успеет ли нажать Ультимейт Успевает В последний момент И В итоге Провальная драка Тролль Не умрет Там еще и ботлом Его обмазывают Шторм Сможет ворваться Этого тролля Убить Шторм Лучше вообще Не показываться Там параллельно Я смотрю Ньча боюет С фантомкой Нет ультимейта Еще попытка Нажать телепорт Ну дай крит Что такое Гейб Да он критовал Ну да Еще надо критовать За 5 ударов Наверное еще раз Можно было критануть Хоть и шанс Конечно Ладно Ладно Бывает Бывает И такое Минус пугны На центре 6-18 В общем Вторая и третья карта Пока очень похожи По своему сценарию Что происходит Тут конечно У Шторма Все хорошо 4-1-0 Но глобально По карте Фантомка пустая Пугна Очень много 0-6-0 У пугны Боже Ладно У него было бы Что-то типа Знаешь 0-6-7 Или там 0-6-5 Но Когда у тебя У хардера 0-6-0 Это говорит Что он якорит Очень сильно То есть Он просто умирает И никакого Ну Нигде Не помогает Своей команде Ассисты Никакие Не дает Единственное Что полезное А погоди Так в топе Вышка Даже У него первые ХП отнимаются Сейчас Крепы вон Бьют Да Тяжело 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 Вообще Кстати Какие-то Артефакты Упуганы Все равно Есть Типа Арканы Там Всякие Аурные Предметы Стартовые Полезные Дальше Форстап Будет делать Что под Клокверка Как-то Спасаться Аркейн Руна Уводит Спирита Плюс У него Уже Имеется Юльчик Соответственно Можно Сейчас Попытаться Где-то Выйти Где-то Подцепить Героя На ремнант Поймать Схватить Дальше Будет делать Аганим Очевидно Сейчас Слишком Хороший Предмет На Воид Спирита Думаю Немножко Поднерфит Воид Спириту Все-таки Аганимный Резонант Пульс Уж Слишком Хороший Ну Или Вообще Сам По себе Резонант Пульс Немножко Могут Поднерфить Там Очень Много Параметров Там И урон И щит Длительность Щита И кд И монокост Там Параметров Настолько Много Что Ну Достаточно Легко Его Можно Баланс Ослабить Гибкий Достаточно Герой С точки Зрения Параметров Ну что Сломали В боте Вышку Адроид Можно Посмотреть Наверное На Коэффициенты Сейчас Давай Посмотрим Думаю Что они Как-то Сильно Там Изменились Только Если В худшую Сторон 1.05 На Адроид 8.50 На СР Ну Да 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 Троли Слишком Много Имеет Уже То есть Он Сейчас Будет Настолько Быстро Сло За Слотом Набирать Сэнджиндьяша Блэкингбар Что-то Подобное МКБ Может Блэкингбар Наверное Ему не надо Можно Сэнджиндьяшу Сатаник Или Сэнджиндьяшу Башар Или Вообще Сэнджиндьяшу МКБ Даже Живет Телепорт Ну Нет Это было бы Слишком круто Добили Добили Но Получает деньги Огр Фугны Ничего не выносит Энджиндрас Тоже не стесняется Ну Умерла И умерла Вообще Не проблема В это время Тролль фармит В это время Вейтспирит Дофармливает Свой аганим Потихоньку Тайтхантер Тоже на месте Вембрейс Приятно Да Пока-то один Не получается Никаку ребят Забрать Пытаются Тролли Как-то нападать Не уверен Но Похоже Это какая-то Ловушка Была Нападение Но дальше Что непонятно Два героя Вышли Непонятно В чем был расчет В любом случае Мог клок Нажать Телепорт И хукшот Нажать И все Странный выход Получился Не сказать Что ребята Тут что-то и видели На самом деле Вижена у них И не было И сразу же Рошан Но это тролль Это Тайтхантер Который будет танковать Тролль разгоняется И Рошана Здесь Без проблем Должны убивать Шторм Мало ресурсов Для того Чтоб там еще и драться 600 маны Всего Скан есть Но может попытаться Но там Еще и клок Стережет Любые выходы От того же Эрспирита Батарейки пошли Рошан на 800 хп Эрспирит улетает В другую сторону Тут еще и ракетка Дает информацию Хукшот По-моему просто не дотянулся Ну и чуть-чуть Дал ниже Чем нужно Главное что Рошан-то упал Шторм Тут слишком много Крипов этих И нет нормально Получается Будет ли реведж Да будет реведж Шторм еще как-то так Прыгнул Получилось забавно И его Добили Реведж не жалко Это еще и стрик был В Эрспирит все ближе И ближе к своему аганиму У него только было 800 Теперь 2400 За счет вот этого выхода На центре И убийства Шторма Вообще не хочет Какие-то эскейп артефакты Получать И вообще приобретать То есть вот Сейчас есть Юл, Войд Спирита И Ремнант Это такой неплохой контроль Но у него же реально Так что значит скоро У него уже есть Фактически аганим Он сейчас заберет Вот эту пачку Еще одну Купит аганим И у него будет Дичайший просто сайланс Причем Два заряда будет На этот сайланс На резонанс пульс Это же Крайне неприятная Новость для Шторм Спирита Дабл дэмэдж Еще находит Войд Спирита Забирает Снижин Дьяша Тролль И покупает Аганим Мидер команды Адроид Сейчас начинаются Серьезные проблемы И у Пугны И у Шторм Спирита На самом деле Тут для Пугны И так игра Непростая И против Клока Надо как-то действовать Еще Войд Спирит Душит Инчатом Диспейлит Декрипифай Хой прям под базу Убивает Огра Да 13 тысяч перевез Тролль Сенжин Яша БФ Уровень 16 Снизу еще и Фантомка Готова убивать дружно Ну да Все Тут Аганим Против Аганим Уже нечего ловить Слишком много урона И Добивают Ультимейтом Антомка В таверне На 40 секунд Кстати Долго очень придется Ждать своего Воскрешения Если не будет Байбека Но байбек тут Мы не увидим Шторм Шторм Опасно Уходит на всю ману Нажимает телепорт Повезло что не было Юла На самом деле Вот теперь бы там После Юла И Духа поставил И Резонанс Пульс Завязал Дважды Шторм бы не смог Ничего сделать Вышки то все Уже попадали Внешне 20 минута Сейчас Не получит Эксп Радиент А может быть даже Попытается напасть На соперника Который только что Вышел с базы Вот нагло бежит Ахайо за Балтеру Ахайо Нажмет просто Что ребята Хотят Не совсем понятно Мукшот Минус пугно Пантомка прыгает Но это Клокверк Это Клокверк С батарейками На миллиард здоровья Ладно Только три героя Находится Причем Прикол Тролль снизу Просто фармит Ох ну Что Что можно делать Когда ты проигрываешь 16 тысяч золота Когда у тебя пугно С форстафом И все Слишком сильно Проиграны лайны Опять Очень похожа Карта на предыдущую Ремнант Цепляют Огрмага Лико его убивают Вышку зарядить Он не в состоянии Чтобы она Хоть как-то там Могла отбиваться Под глифом Единственное Короче Карта где была Борьба Форс проспал Я могу так С уверенностью А тут конечно Две карты Погоди Я на концовку Пришел Погоди Самый интересный Выходит так Еще минус Пугно Расперетрывается Магнитайз Пошел Ну надо драться Надо драться Не получится ГГ писать И заканчивать Рэвэдж Все-таки Цепляет краешком Но продолжения там нет Огры принимают В итоге Шторм Много маны Но Магнитайз Урон не наносит Там сейчас Пай появится еще Понимаешь Полетел Шторм Получает Сайленс Залетает сетка Шторм практически Без маны Еще и Дух Привязывает Шторма Шторм оказывается В Юле Может быть и получится Уйти Нет Никуда не получится Уйти ГГ И это Конец Да Две карты Оказались такими Однокалиточными Все-таки К сожалению К сожалению Да Даже особо Нечего сказать Если на предыдущей Карте Можно было бы Выделить Очень крутую Игру Мака Который на Имберспирите Играл И вот это Крутое решение По перестановке Лайнов То здесь Такое ощущение Что СР уже просто Опустили руки И ничего не смогли Сделать Но безусловно Адроид хорошо сыграли Никто не спорит И об этом Собственно и речь Что они настолько Хорошо сыграли Что просто Выиграли три лайна И ничего не дали сделать Своему сопернику В какой момент Просто Пугна Стала так умирать Вроде как Они пришли на линию Потенциально думаешь Ну слушай Пугна против тролля Класс Кидаешь дикрип Тролли добивают крипов Что Можно Там можно было играть Можно было нормально Все делать Пушить линию Выпуливать как-то Пачки Тем более они на стороне Рейдин Были Это всегда легче делать На стороне рейдин Там много было опций Не знаю Ахайо и Ксяо Ю Очень Как-то Плохо отстояли Свою линию Очень плохо Можно было Там были опции Короче Там Конкретно на линии Фантом Когр Там особо никаких претензий нет Да Что там Там Инча и Тейтхантер Что ты им сделаешь Собственно Но Сложная линия У СЕР Оказалась Просто слишком сильно Проиграна Ну вот Короче Как-то так у нас Получается Заканчивается Игровой день На ПТС СЕР Я сейчас даже Посмотрю Что у нас будет Завтра Любопытно Будут ли там Какие-то Крутые Суперматчи Которые Можно будет Рекомендовать Нашему зрителю Так 13 апреля Сегодня Завтра 14 Завтра у нас ТНС Гикфам Кстати Хороший матч И Фнатик Против СЕР Ну Второй матч Я так понимаю Потенциально 2 по 20 Учитывая Что Фнатики Наверное Фавориты Сейчас Этой лиги Не испытывают Вообще Никаких проблем С другими командами А вот ТНС Гикфам Это Конечно Да Это вам не Не то И это вам не это Наверное Хорошая будет игра Можно будет Прийти посмотреть Начало Завтра Также В 10 часов По московскому времени Также у нас Параллельно Сейчас должен идти Китай Где Вова С Дмитрием Лайт оф Хевеном Комментируют Можете там Посмотреть Тоже какие-то Матчи должны быть Хорошие Если я правильно Понимаю Все правильно Китай Кажется 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 На каналах Рухаба Больше такого Особо ничего Суперкрутого Не будет Ну и ESL Сейчас идет Параллельно Которые Другая студия Там освещает Вот Прежде чем Мы с Лексом С вами попрощаемся Напомним Что наш партнер Париматч Раздает бонусы Информацию Можете найти Под стримом Кликнув на баннер Ну и желаем Вам хорошего дня Оставайтесь дома Не болейте Увидимся С вами завтра Пока